Детский бокс Хотелось бы, конечно, в первую очередь начать вот с этого проекта Мы сегодня находимся в зале бокса «Патриот» С ноября 2018 года вы запустили этот проект Вот расскажите основную концепцию Зал бокса «Патриот» — это проект Федерации бокса России Мы назвали его в честь нашего знаменитого тренера Который из нашего города Это Васильев Сергей Николаевич Мастер спорта международного класса по боксу Который воспитал замечательных чемпионов В том числе Григорий Дрозда Также Который живет в нашем замечательном городе Янецова Это социальный проект Который направлен на развитие нашего любимого вида спорта Бокс Дети с 8 до 15 лет Занимаются совершенно бесплатно И мы Развиваем спорт в целом Потому что на нашей территории, в нашем зале Также есть тренировки по гимнастике Тренировки по ОФП Мы развиваем комплекс на ребенка Это очень важно для нашего города, я считаю Антон, дети в вашем зале занимаются бесплатно Проходят ли они отбор? Как вы собираете команду? Как вы решаете? Берете вы этого ребенка, либо нет? Да, это очень легко Все Как Бывает В обычных секциях Да, мы привыкли в Советском Союзе Вот у нас было замечательное такое прошлое Когда в каждую секцию брали Ребенка, который здоровый Который хочет достигать каких-то вершин Вы мне задали вопрос по поводу того Есть ли какой-то отбор На самом деле отбора не существует Но в любом случае формируется сейчас команда Которая будет представлять всероссийские международные турниры И команда именно нашего клуба, нашего города И Центр прогресса бокса Проект Федерации бокса Это всероссийский проект Который открывает в разных локациях залы То есть наша задача Это сделать максимально большой вклад В развитие детского спорта И в развитие бокса в частности Антон, какие необходимые документы Представить вам, чтобы быть зачисленным в школу бокса? В нашем зале каждый ребенок Гражданин Российской Федерации У которого все в порядке со здоровьем Его родители приносят справку И мы рады его видеть в нашем зале То есть здесь занимается абсолютно любой ребенок Которому не противопоказано это врачебно Вы только что сказали, что подобные школы Открыты в других регионах, городах Вот примерно охват детей И в целом, наверное, цель задачи В общем Федерации России У нас центральный зал Это на улице Кремчугской в городе Москве Также сейчас открывается проект В районе Северное Бутово Это тоже зал с двумя рингами Шикарное оборудование Также в других региональных городах Но об этом мы чуть позже скажем Когда уже залы будут открыты Антон, примерный охват ребят Вот в нашей школе бокса В данный момент Формированы две группы Они формируются на данном этапе Потому что сентябрь Это все-таки возвращение всех детей В спортшколы Каждый родитель ищет, куда Пристроить своего ребенка Чтобы он был занят И это около ста человек Которые активно занимаются И это две группы, как я сказал По возрастным категориям С пяти до десяти И с десяти до пятнадцати лет До начала учебного года Остается всего лишь месяц Когда будет, не знаю Родительское собрание Или когда пройдет день открытых дверей То есть когда родители смогут прийти в школу Узнать условия Узнать расписание Чтобы уже, собственно, к первому сентября Быть во всеоружии Уже понимать, что вторник, четверг, субботу Мой ребенок идет на бокс В остальные дни он занимается Другими направлениями Ну, во-первых, у нас тренировки проходят каждый день И с понедельника по субботу И сейчас, уже на данный момент Мы ждем каждого родителя То есть, в принципе, можно в таком плавающем режиме Уже приходить сейчас И получить всю информацию на ресепшн Я правильно понимаю? Да, я больше того скажу Что сейчас это лучше сделать Чем раньше ребенок начнет дисциплинироваться Начнет как-то посещать занятия Тем легче ему будет в сентябре Совместить это со школой И с другими занятиями Потому что, когда мы ребенка подключаем С начала лета Или в середине лета Он дисциплинируется И начинает уже как-то более легко Входить в колью в спортивную Именно с сентября Антон, я правильно понимаю Что если сегодня родители Видят нашу программу На телеканале ОТВ То завтра он, взяв пакет необходимых документов Может прийти в вашу школу бокса А уже послезавтра Если все в порядке Есть прописка, справка Ребенок допущен Врачами нет никаких ограничений То, в принципе, уже послезавтра Ребенок может быть зачислен И приступить к занятиям Точно, абсолютно верно, Мария Ждем каждого Антон, немного В самом начале нашего интервью Затронули вопрос Женского мужского бокса Вы сказали о том, что Тоже девчонок набираете Очень рады, если они придут И пополнят ваши ряды Все-таки, если говорить о женском боксе Есть ли отличия И как строится программа Для девочек, для мальчиков? Отдельно девочек группы Только создаются А вообще они занимаются с мальчиками Совместно И это очень часто Не ставит их в равное положение То есть нет такого у нас Скида каких-то на девочек Что это вот девочка Ей надо меньше нагрузку давать Конечно, тренера А тренера у нас, например Светлана Косова Она чемпионка Европы по боксу Также у нас есть знаменитые Боксеры-одинсовчане Которую зовут, например Софья Очигава Немалоизвестная Она двукратный чемпионка мира Финалистка Олимпийских игр И также, конечно, тренера Мужчины Ну, соответственно, получается Нет никаких повлажек Все в программе Все в действии Оттачивает мастерство Но получается, что у девчонок В этом смысле Есть, ну, хоть небольшое Но преимущество Потому что, выходя потом на ринг С соперницами Они-то уже обладают навыками И ведения и мужского, так скажем, поединка Наша женская сборная по боксу Она занимает лидирующие позиции Так же, как и мужская И это вызвано традициями Прежде всего, тренерским составом сильным И мы только начинаем свой вход, так скажем На верхние позиции в мировом боксе В женском мировом боксе Антон, сегодня ребята только в самом начале своего пути Но как ты считаешь Есть ли среди них будущие чемпионы мира Чемпионы олимпийских игр Есть ли потенциал у одинцовских мальчишек и девчонок? Я хочу сказать, что я не просто вижу Я уже вижу примеры В лице Софьи Очагавы В лице Григория Дрозда Людей, которые добились На мировой вершине бокса И женского, и мужского Высочайших вообще позиций Антон, кто преподает в школе бокса? Как вы подходите к выбору тренерского состава? Так как мы работаем от Федерации бокса России Лучший тренерский состав находится именно у нас На данный момент наши тренера Это чемпионы Европы, чемпионы России Чемпионы международных всероссийских турниров Как мужчины, так и девушки У вас целая образовательная программа На что уделяется особое внимание? Подготовке ребят Особое внимание мы уделяем подготовке Не только физической Но и такой моральной И воспитательной Самое главное для нас Это воспитать настоящих защитников Своего отечества И, конечно, связывая это с названием Патриотов нашей страны И девушек, и мужчин Как вы задействуете в процессе родителей? Я знаю, что им вы тоже Уделяете внимание И находите время В своей школе бокса Ни для кого не секрет, что дети Берут пример своих родителей Поэтому мы запустили не только бокс Но и кроссфит И стрейчинг И аэробику для мам Которые приходят Занимаются рукообороком С своим ребенком Пока ребенок Постигает азы Мамы, родители, папы Показывают, что они тоже чего-то стоят Какие планы строите на новый сезон? Новый год Будут ли соревнования? Поедут ли уже куда-то ребята выступать? Наши ребята участвуют По полному календарному плану Федерации бокса России Плюс ко всему Мы делаем много внутренних мероприятий Наш лозунг Это бокс объединяет И спорт начинается с детей Спасибо, Антон За интересную беседу Вы смотрели специальное интервью Оставайтесь на нашем канале До свидания До свидания Пока Босс объединяется Босс объединяется Продолжение следует...